Привет, друзья и подруги подпольной правды! Давненько мы с вами не встречались. Ну и понятно, все время пялиться в телевизор занятие сомнительное. Но, как говорится, год не смотри, два не смотри, а в четверг изволь включить. Мы сегодня поговорим об уголовном преследовании обычных людей, ставших пиратами по неволе и вообще о пиратстве. А в эфире на 3dabi.games.tv.ru самая гуманная послесоветского суда передача о виртуальных развлечениях «Подпольная правда». Поводом для разговора послужила такая новость. Совсем недавно вступил в силу приговор студенту 4-го курса МГУ, выложившему в торрент и пиратскую копию Assassin's Creed в марте этого года. Суд приговорил его к двум годам тюремного заключения по статье 146 УК РФ по факту хищения и распространения незаконной версии продукта в интернете. Благодаря тому, что преступник не получил выгоды от своих действий, признал вину и раскаялся, он отделался условным сроком. Это, конечно, лучше, чем провести два года в обществе, которое, надо полагать, кардинально отличается от профессорского преподавательского состава МГУ. Но и никаких особых выгод судимость не сулит в дальнейшей судьбе студента, который всего и хотел, что дать добрым людям поиграть в Assassin's Creed или Assassin's Creed, как ласково называют у нас в редакции, ну и поднять свой рейтинг на торрентах. Почему игры и другие файлы пользователи предпочитают качать и сети, а не покупать, вопрос непростой. Жажда сэкономить, лишь бы сэкономить, тут на последнем месте. Ну, по крайней мере, не на первом. Как показывают наши опросы, игроки готовы тратить деньги на любимые игры, и немалые. Но если уж компания-локализатор выпускает подарочную версию игры почти за 2000 рублей, а потом отказывается оказывать техподдержку, а рецензионная игра, в отличие от пиратской, не запускается, то я бы не стал удивляться, почему ее не хотят покупать. Речь сейчас о Lone of the Dark, и мы рассказывали об этом, дай бог памяти, в 46-м выпуске. Повторяться не стану, посмотрите на сайте. Чтобы не выдавать в очередной раз собственные рассуждения за истину в последней инстанции, я привлек к обсуждению звезд международной IT-индустрии. С этими людьми я встречался летом по секретному пока поводу, рассекречу его не раньше декабря, но их рассуждения по поводу пиратства у нас в стране могу привести уже сейчас. Итак, сегодня в подпольной правде Алексей Пажетнов, советский и американский программист, изобретатель Тетриса. Михаил Донской, один из ведущих в мире специалистов в области искусственного интеллекта, создатель шахматной программы КАИСа, выигравшей в 1974 году чемпионат мира среди шахматных программ. И Ольга Глушкова, профессор Плехановской академии, заведующая кафедрой, руководитель маркетингового отдела в компании Касперского. Все они когда-то работали вместе, а средствами телевидения мне удалось свести их вновь и организовать вот такой малюсенький даже, вот такой малюсенький круглый стол. Итак, как же обстояли дела с пиратством раньше? Были специальные квартиры подпольные, на которых они проводили обучение продавцов горбушкинских. И это обучение было настолько высококлассным, они мне рассказывали программу этого обучения. Как надо поступить? Убежать! Убежать! Люди приходили друг к другу, часто менялись с программами, всякими секретами, программами. И стало, конечно, программами. Ну и, конечно, игрушками. Тогда вообще не было понятия пиратское, не пиратское. Когда государство воровало обеспечение, вот то, что нам приходили пакеты для IBM, для ОСС, ЕС, ЭВМ, да? Цельнокраденное с ОСС, ЕС, ЭВМ, да? Это как? Это государственное пиратство было. Сейчас, как и прежде, пиратский интерес к программам, в том числе и игровым, служит, пожалуй, знаком качества. С другой стороны, когда мы сделали дискокомандир уже в диско, это был первый продукт компании диска, я обрадовался, когда увидел его на пиратских дисках. Это, если хотите, знак качества. Никакой пират, ни за какие деньги не будет класть на свои сборные диски нехорошие программы. Если же они кладут, значит, есть спрос. Раз есть спрос, значит, есть качество. И это есть реклама. Я вот была директором по продуктам лаборатории Касперского. Ну, лаборатория Касперского, понятно, что в России там 80% или более всех копий, они являются пиратскими. И, значит, на первом этапе это даже на руку. Это такой маркетинг бесплатный, когда друг у друга списывают, значит, продукт распространяется, завоевывается его клиент и так далее. Дело в том, что Запад по этому поводу тоже не очень отличался. Они разве что такой некоторой большей коммерческой хваткой отличались. Ну, русский человек вообще любит халяву, но это тенденция не только российская. Это во всем мире так. Хотя, конечно, никто пиратов не оправдывает, поскольку хлопот от них тоже немало. И я, и мои коллеги от этого страдали, потому что программу можно было продать один раз. То есть, если ты делаешь программу, то тебе надо обязательно было найти заказчика. После этого, так сказать, слупить с него как можно больше, потому что второй раз тоже программу продать было нельзя. Она немедленно появлялась у всех. Компании начинают с этим бороться. Активнее у всех борются с этим Microsoft. Тем не менее, если сравнивать нынешних легалов и пиратов 90-х, сравнение выйдет не в пользу первых. Ребята, которые стояли в конце 90-х на горбушке, были высококвалифицированными, а хорошо обученными продавцами. Пойдите-ка сейчас в медиамаркет. Это безумство. Я же занимаюсь карманными компьютерами. Я прихожу туда, спрашиваю, есть у вас плита для карманных компьютеров? Я говорю, ой, боже мой, на карманном компьютере нельзя печатать. Это мне говорит продавец отдела карманных компьютеров в медиамаркетах. Я говорю, мальчик, ты хоть что-нибудь слыховал про них? А я вот делаю программы, которые печатают на карманах компьютера. То есть на горбушке ребята все-таки были довольно продвинуты. С ними можно проконсультироваться, с ними можно обсудить, какая программа нужна, нужен ли вам фотошоп или что-то еще и так далее. То есть они все-таки давали какое-то качество, кроме ворованных программ, которые сегодня не, я же об этом не говорю, но даже приличные марки типа Белого ветра и медиамаркета этого не дают. Надеюсь, никто не воспринимает эту передачу как призыв к пиратству. Я просто лишний раз хотел показать, что даже с пиратством как с явлением далеко не все так просто, как пытаются показать некоторые правообладатели. А сами компьютеры мощные, знаете, как возились? Через Индию, через Китай, через третьи страны. Был специальный отдел в КГБ, который возил мощные компьютеры в Россию, в Советский Союз. Понятно. И после этого говорить о операции людей, частных лиц, да не смешите меня. А что мешало человеку скопировать программу другу? Никаких законов по этому поводу не существовало. Ну как, вот он играет, и я хочу поиграть. Вот он, так сказать, сунул дискетку. Он тебе списал, и ты играешь. Что могло быть естественным? Как бы ничего другого и представить себе было нельзя. Бороться с психологией, это бесполезно, мне кажется. И уж тем более не стоит закручивать гайки, когда речь идет о человеке, поделившемся игрой через интернет. А то я чувствую, скоро дойдет до того, что если я отсканирую любимую книгу и выложу в интернет, то имею все шансы загреметь за решетку. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Может, стоит подумать прежде всего о нас, игроках, а не о пиратах и неполученных барышах. Иногда такие думы дают куда больше полезных плодов, особенно в трудные времена кризисов, когда сейчас, похоже, весь наш отечественный игропром может вообще накрыться медным тазом. Так что подумайте и пишите на Правда, как всегда, собака, gamezfistv.ru и до следующего четверга. Субтитры создавал DimaTorzok